И переносимся в Рамштайн. Главная тема сегодняшнего дня для безопасности Украины и всей Европы. Итак, на военной базе в немецком городе Рамштайн состоялась очередная 11-я встреча участников Международной коалиции по оказанию военной помощи Украине. За ходом событий следил специальный корреспондент канала и навещания Украины Freedom в Европе Виталий Сизов. Сейчас он присоединяется к нам в прямой эфир. Виталий, приветствуем. Расскажи, в какой атмосфере проходила эта встреча? Ну, конечно, первые итоги уже были заявления, которые ты слышал, анализировал. Тебе слово. Это, можно сказать, в чем-то юбилейная встреча, потому что буквально год назад, практически 22 апреля, в таком формате впервые состоялась встреча. Поэтому настроение у всех было рабочее, решали рабочие вопросы. И после встречи министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о главных своих достижениях. По его мнению, это создание и развитие танковой коалиции. Она сегодня получила свое развитие, потому что министр обороны Украины подтвердил, что подписан меморандум между Польшей, Украиной и Германией о создании совместных предприятий, которые будут заниматься ремонтом и обслуживанием танков «Леопард», которые будут основными, видимо, танками, которые будет использовать Украина. Также это касается снабжения, всеми необходимыми техническими деталями и прочим этих танков. Резников акцентировал, что это очень важно. Вторым пунктом, на котором особо акцентировал украинский министр, была противовоздушная оборона. О том, что уже буквально сегодня ряд союзников заявили о готовности поставить необходимые боеприпасы и оборудование, чтобы укрепить противовоздушную оборону. А также обсуждалась инфраструктура, военная инфраструктура, то, как будет перестраиваться экономика, промышленность Европы для того, чтобы удовлетворить потребности вооруженных сил Украины. Это краткие итоги от министра обороны Украины. В целом, участники акцентировали, что Украина превосходит их ожидания в плане того, что украинские солдаты быстро осваивают технику. А некоторые представители американской армии, в Зерекорд, сказали, что по некоторым образцам оружия украинцы превосходят американцев, которые работают со схожими видами вооружения. Это для них даже иногда странно, потому что формально опыта использования у американской стороны этих новых типов вооружения больше. Говорили также о готовящемся к контрнаступлению украинской армии, которое многократно было анонсировано. Но американские представители не давали четких ответов, как они это оценивают. Но в целом, они сказали, что они доверяют вооруженным силам Украины. И предыдущий опыт показал, что украинская армия всегда превосходит ожидания. Продолжение следует...